Сегодня, помоги Господи, позвони потом как. Он кинолог называется, с собакой, а собака у него, которая с нами едет ураган, она чемпион России. И сегодня соревнование, побыл на службе, пошел, вот так можно делать. Это не работа, без этого нельзя, потому что там соревнование только воскресный день. Когда заходили, мне записку подали. Вопрос. Вопрос из сегодняшнего Евангелия. Кто есть женщина, самарянка? О самарянке много написано у Дмитрия Ростовского. Откуда он это взял? Источников никаких нет. Может быть благочестивый вымысел, но так как она была благочестивая женщина, поэтому все может соответствовать действительности. Утверждать, что именно так было, ее звали Фатина. Фатина, то есть Светлана. Это первая Светлана, у кого дочери, сестры Светланы, откуда это все происходит. Она была благовестницей, ее утопили в колодце. Это уж может так подгоняли, как-то раз у колодца встретилась, потом в дальнейшем ее в колодце утопят. У нее сын Виктор был, как обратился, ну все, там большое ее житие написано. Я не готовился специально считать, могли бы взять и просчитать. Но это много места займет, времени. Она была благовестницей. Ну вот интересно, перевести, это называется событие, переносится экстраполяция событий. Перенести на сегодняшний день. Ну если у нас такие вот, у которых было несколько мужей. Ну допустим, она та неизвестная, а это может быть певица какая-то, Примадонна, у нее все мальчики какие-то. Вот с ней бы встретился Христос, она обратилась бы или нет? Или что она пошла бы и весь город обратила, там Москву или Сталинград, Волгоград? Не знаю, но эта женщина, она заботилась о других. И она не сказала нам, самарянам, нельзя с вами сообщать. А она о нем заботится, что он не осквернился в нее. А иудеям-то запрещено с нами знать. Как же это так? И дальше ее слова все направлены к тому, что она знала Писание. Иудеи говорят на горе там, а наши говорят здесь. А где правильно? Да какая же она молодец. Бог есть дух. Ищет поклонников духи истины. Православное не знать, православное везде. Тут икона, тут мощи, тут просморка, вода. Я не против. Но мы все везде связаны, привязаны. Но у батюшки наручников нет, поручи называется-то. Он будет стоять. Вот у нас были священники. Я говорю, батюшки, вот вы маленькое воображение-то развивайте свое. Но вообразите вы в первом веке. И надо идти куда? Как куда? Во весь мир идите на кара земли. И ты приходишь. Храма нет, прихожан ни одного нету. Креста у тебя никакого тут такого с цепочками-то не повешено. Поручи нет, ризы. Ничего нету. Да вы все сидите. Вы пугалом огородным будете, трухой набитым стоять. Вы же ничего не можете делать-то. Да еще власть что-то поддерживала. Да еще финансировали. Муку новую давай. Старая, которая там. Кому этой? Дроботом. Дроботом. Я к кем еще добавил один новый. У меня батарейка вовремя села. Сейчас я к началу запищала, дала сигнал. Хорошо. А мне что слышать-то? Я услышу. Эта самарянка, она разговаривала с Господом, как с учителем. И что интересно, Господь, вот это дело не в переводчиках. Ты пять их имела. И это те. Кого имела? Мужчин имела, но не мужей. Они не могли быть мужем. И этот тебе, и этот тебе, и этот. То есть и те были не мужья. А впереди, говорится, как будто имела пять мужей. Она имела пять сожителей. Но Писание показало, что они назывались в народе мужьями. И сказал все. Да что сказал-то? Она тайну делала. Потому что нигде такой тайны нет, как в вопросах интимных. Прийти в потемках, уйти, пока не расцветало. А люди-то все равно знали, что она не такая, как все. Иоанн Затаус говорит, она пришла за водой, когда все остальные воды уже набрали. Она была одна. Почему? Среди дня за водой идти, пожаре, это надо где-то в прохладе идти. Иоанн Затаус подробно это все изъясняет. И Господь ей на болевую точку как раз и надавил. Он знает ее биографию. Позови сюда мужа. Кого звать-то, когда нет его? Но он знал, что на этот крючок она клюнет. Вот как, говорит, ты подобрал ключик к сердцу, а само собой подойдет. Даже ты не знаешь, и это слово вдруг из себя выйдет. Ты даже не знаешь. Ее получилось так, что незамужняя, неблагочестивый образ жизни. И дала нам целую главу в Евангелии. Одну из самых духоносных глав. Она заботилась о правильном молении. Там она страдала душевно, она мучилась. Это видно из-за того, а где? Она в первую очередь задала бы какой-то другой вопрос. И она про Иакова начала рассказывать, и что скот пил. Она все знает. И Господь как переначивает? Вода и живой-то не я буду просить у тебя, а ты у меня. И об этой живой воде православные-то практически не знают сегодня. А вот эта вода, посмотри, весь город толпится на крещение. За какой водой? Не об этом наш Господь сказал. Сказал Он о Духе Святом. Кто жаждет, иди ко мне и пей. 7 глава, 37 стих Евангелия от Иоанна. И Горсия сказал о Духе Святом, которого имели принять верующим. А как его пить? Открыть сердце своего на пол. И тысячи ревок потекут, реки воды живой. Реки. Я хотел молчать, но не мог. Внутри меня был как бы разлитый огонь. Я немножко на вопрос ответил. Далее. Мы не знаем свой маршрут. Наш маршрут перерубила Украина. Нас просят заехать в Воронеж. В прошлом году ставка была Ростовской области, город Шахты. Там ему руку когда-то пилой подпилило. Надо было увидеть, мы договорились. А теперь опускаться вниз. Там хорошо было через Украину. Нашелся человек, который начал искать через дорожную службу. Есть люди, которые говорят, можно через президента Турченинова, Александра. Который у них временно исполняющий обязанности. То есть зная, показать, ссылки какие могут дать сопровождение. Группа автоматчиков на машине вас через Украину провести. Ему отвечают, да всех перебьют. Там самолеты сбивают, вертолеты. БТР сжигают. На одной стороне там два лагеря. Через один пройдете, а другой-то вас. Тем более скажут, вы у них были, вас пропустили, вы враг к стенке. Женщина одна говорит, на днях я ездила к дочери. На границе меня остановили, машину оставьте. Вот такси, поезжай дальше. А обратно проехало все, чтобы больше ноги вашей не было. Москаляху, нагеляху. А я приехал там к дочери или что. Закон. От 16 до 60 лет ни одного мужчину, русского, москаляку, не запускать в Украину. И проехать невозможно. Нам стали говорить, проехать через Белоруссию и тем боком, среди этих бандеровцев, которые называют, проехать. Там можно, там спокойная обстановка. Другие говорят, нет, не спокойно. Киев не руководит уже ничем. Там целая банды гуляют, как в 1612 году по России. Нужно подниматься в Польшу. А Польша в шенгенской зоне. А у нас шенген только с 5 числа. Я его открываю. Уже начинаю 30 дней отпущенных мне съедать. А мне Польша не нужна. Я захожу в Германию, она не нужна. А теперь из этой зоны выхожу. Нужно Сербию, Югославию. Иду к Румынии, Болгарию и Греции. Пока добираюсь, два дня у меня пропало. Они у меня минуты сочтены. Я все время только думаю. И все подсказывают, там какие дороги параллельные. Идут через Югославию, через Сербию, где лучше. Я ничего не знаю. Минутку опять на молитву. И вдруг выходит кто? Марина. Куимчиди, Плотникова. И говорит, дядя Игнатий, я узнала, дорога здесь есть такая, которая минует Украину. Какая? Через Турцию. А я в Турцию смотрел не раз. Но я думал, как по морю поехать. Турция, мусульманская страна. Визы у нас на нее нет. Она говорит, визы там не требуются. Она стала объяснять. И надо только через Северную Осетию, самое главное, Северную Осетию. И сразу где-то, поворот там дали название. Через Грузию и сразу заходишь в Турцию. И как пошли на меня, люди, которые меня, они не видят мою переписку. Они не видят. Еще один из Греции. А почему вам не поехать через Турцию? Там, правда, автоматчиков много, на мостах везде стоят. Но они на паломников не смотрят. Они смотрят на тех курды, которые там, ну, как бы не подчиняются высшей власти-то. А вас они как раз и охраняют, чтобы было спокойно. И теперь путь наш изменился. Мы сразу уходим, куда надо. На этой неделе машина была, сестры были, братья. Мы загрузили и отправили 3700 килограмм. Это 504, примерно, пачки. Ну, множество на 8. На 8 книг. Каждой пачке там в среднем 8 книг. Ну, считайте. Если 500, 5, 8, 40, 4 тысячи. 4 тысячи, а у нас каждый том по тысячу. Это выходит 4 тома, мы только сдвинули, сразу отдаем. Отправили благополучно. С ним уже связались те, кто корректирует нас из других городов. И он теперь поедет, ему уже другие люди звонят. И там приготовили нам место, Калужская область. Представили снимки. Специально один человек, который нам помогал. В прошлом году я говорил, один человек сам напросился. И сразу 100 тысяч выслал. Когда мне по 5 тысяч дали. Сколько надо? Не хватало 100 тысяч, он тут же выслал. И при том, он ничего про нас не знал. Мы с ним не виделись. И нынче он за тысячу километров с Калининграда. Это Дмитрий. Проехал туда в Калугу. Знакомому. И большой контейнер, это 12 с лишним метров. Морской контейнер какой-то. Все оборудовали, провели итог. Я говорю, крючки бы надо. А мы уже все сделали, где вам что-то там повесить надо. Второй этаж хозяина дает, только чтобы спать вам там было. Понимаете? Это все сделано по благословению. И уже ждут. И собака рядом у них. Да у нас своя собака рядом. И как раз в сельской местности, это районный, видно, центр. Ну, просто замечательно. Никаких поворотов у воротов там нет. В любое время можем мы заходить. Значит, путь наш открыт. Но у нас одно «но» есть, которое на этой неделе должно разрешиться. Паспорта-то мы сдали. Они ушли в консульство Великобритании в Москве, а назад-то их нет паспортов-то. У нас вообще сейчас ничего нет. И мы никуда не сможем выехать, если не будет. Поэтому нам нужно вовремя выехать, там перехватить. Если они не выстрели, мы едем на Москву, не теряем. Или здесь, скажут, они в пути, уже придется в Новосибирске подождать. Тогда везде мы путь сократим. Везде. Мы должны пятого пересечь границу. Очень сильно работают по встрече с нами Англия, Франция зашевелилась, Финляндия. Я говорил вам, самое удивительное то, что сделали запрос в патриархию московскую, и они дали добро на встречу со мной. Я говорю, что это ошиблись, наверное? Нет, реально. Я вообще не понимаю, как это. Это Бог только так мог сделать. И они уже все, и сколько стоит, и как. Я говорю, доченька, какая гостиница, когда перевозить паром. Я им толкнул, да вы же сами были, как она называется, на флоте служили. Неужели вы не знаете, что опасность в машине? И сегодня прислали правило. Машины погружают в люк вниз, и туда никто не попадает. Ни заправлять, ни ремонтировать ничего нельзя. А поэтому каждому надо, чтобы гостиница была там, где вверху. И я говорю, ну какое подешевле. Дешевые уже разобраты, вам самая дорогая. И уже там игумен, один сегарь, берем расходы, поможем их. Это сегодня утром я получил сведения. Люди, которые нас не знают. Я когда посмотрел, какую сумму платить за переезд, ну если это только реально, как они говорят, а нам делать четыре морских перехода будет, это по воде, то под сто с лишним тысяч у нас уйдет только на морские пути. Поэтому, я еще раз говорю, кто щедро сеет, щедро жнет. Мы уезжаем, а вы останетесь, и будете думать, а куда же деньги теперь нам девать. Так, сегодня это можете передать. Это у нас все под контролем. В Финляндии, так как с Норвегии, там переплывать люди, а там вокруг обходить 1570 километров, если не морем, 1570. А стоимость одного литра полтора евро. Ну еще получится. А здесь вы сядете вечером, переплывете, мы тут вас встречаем в Турку и сразу в Хельсинки, а тут уже встреча назначена. То есть нас там ждут. Каждый день переписка. На этой неделе я опять связался за свое старое взялся. У меня 4 тома моих стихов неопубликованные. Я вчера, говорю, осенью сходил, ну сколько там, год-то еще не прошел осенью. Она подсчитала, ну и сдать невозможно, я сказал. Это 364 тысячи за один том. А их 4 тома. Ну, нож быстренько-то, это понятно, что какая сумма-то. Но я еще не знал, какая впереди беда. За это время, неполный год, у них стоимость издания повысилась в 4 раза. То есть одна вот такая книга, которая лежит там, Мария, подними, покажи. Вот такую книгу сегодня. Только на печатание полторы тысячи. Наполовину в два раза увеличивает стоимость того, кто печатал. То есть каждая книжка 3 тысячи. Ну ясное дело, что это сумасшествие, этого не сделать и не издать. Но попытка была. Я говорю, а за счет чего такая стоимость? Ну я подумал, тысячу нельзя, экземпляр, ну хотя бы 100. А 100, значит, быстро возрастает стоимость книги. Чем больше тираж, тем дешевле один экземпляр. Ну и она сказала, главное, тот, которые пластины, там оцифровка какая-то. И я узнал, кто этот человек, где он есть, и пошел навстречу с ним. Взял свой аппарат, вот, у меня прошла. Я поговорил, он говорит, нет, это у вас золотая книга будет. Это невозможно. Да и он меня первый раз видит. Ну я ему одну книгу оставил, для слова Божия нету, познакомился, визитку и пока на этом все. То есть вызвонил, где стоимость можно принизить, это невозможно. Это не, даже 100 экземпляров, а я знаю, что это нужные книги. Мы только отправили, я сразу начал комплектовать на следующий год, которого у меня будет последний заход и уже не хватает. Еще раз проверьте, у кого хранятся мои книги. Я отдавал на сохранение, на сбережение. Но у кого-то есть. Понимаете, вот два тома, я поясню. 15-й и 16-й. В 15-м томе вы все попали туда. Вы писали, как вы к Богу пришли, как в собрание пришли. Но так как Галина Николаевна, где она у меня? Вот она. Вот она. А она распоряжается книгами. У тебя дома не хранится наши книги? Нет, нет. Они выходили там к драмтеатру. И вот, видимо, эту книгу, так как, ага, про меня написано, видимо, кто-то брал здесь и свои могли брать, дарить, покупать. 15-го тома вообще нету. А 16-й, в котором там 14 обращений писали, в основном люди, которые не нашего круга, ну как они обратились, на занятия ходили. 16-й том в преизбытке. А они рядом. Они не могли такой разрыв иметь. Там 16-го тома 160 книг, здесь ни одной. А они рядом. И по одной тематике я стал думать, высчитывать, почему именно 17-й целиком, 18-й больше 100. Ну, то есть, нормально, на один год мне хватит, на следующий год. Внутри России там области около Москвы-то остались неохвачены. Еще раз посмотрите. Кто-то ко мне подходил. Кто не знает, их нет сейчас, они, этот повез. Дробот Андрей. Так. Минутку, иди-ка маленько, скажи, я посмотрю, уехали или нет они. Уехали или нет, дробот? Уехали. Уехали. А, уехали. Все. Хотел что-то еще дать. Как получилось так, не знаю. Надо найти. 29-й, 30-й том меньше всего должны были быть потрачены. Их вообще нигде нет. Они у меня стояли при самом входе, где я хранил на складе. Первые были. У меня ни одной книги нет. А они-то самые последние, те-то уже на исходе. Потому что я же не комплектами, а кому приходят, мне пятые. Один говорит, вместе в пони семь штук пришлите. То есть мы работали. Нету. Я еще попал, а думаю уже. А у Добуновых нет, не хранится? Нету. Нету. Я ездил сам, перебрал по одной книжке. Нету. Нету. У нас в избытке есть то, что мы переиздавали. Переиздавали к истинному православию. После тысячи экземпляров, потом три. То есть это у нас много. И Новый Завет. После тысячи мы издали два. Две тысячи издали. Нету. Ко всем обращаюсь нигде нет. Опускаю руки. Много книг исчезло. Совсем. Их нет нигде. Ну, вот которые 16-й и 15-й. Тут еще можно какое-то объяснение дать. Но там я вообще объяснение никакого. А в Потеряевку вы не отправляли? Нету. Там все пересчитали. До одной книги. У кого? Все пересчитано. В Потеряевку, что батюшка инициировал это. Что в одном месте, чтобы не погибли. Мало ли. Воровство, пожары. Ну, всегда надо на несколько станов разбивать. Я разбивал примерно на 7 мест. Я всегда так делал. И поэтому кое-что сохранялось. КГБ-4 заначки нашли. Все три остались. И из них мы теперь оцепровали златоуста, жития и прочее. Так. Я говорю о своих личных впечатлениях. А вы можете из них что-то взять. Я когда стою все время в коридоре здесь. И мимо меня проходят опоздавшие. Ну, я бывает и не опоздавшие. С детьми занимались здесь. Это вот когда проходят дети. И, ну, которые здесь. Просто стоит человек тут общий. А это отдельно. И как они проходят, эти люди, я гляжу. Я много с людьми общаюсь. Это надо видеть. И никто это ни разу не заснял. Я сегодня только подумал. Это образец кротости, смирения, послушания. Я думаю, вот если такие они дома с мужьями, это вообще золото. Как они скромно опустят голову. Как у них глаза. Как они шагают. Как одеты. Картюнки. И дети, и взрослые. До глубины души меня тронуло это. Когда пройдут, они становятся. Они обыкновенные наши. А когда они в движении. И вот как они выглядят. Идолу, опущенные глаза. Это вообще. Это надо кому-то дать задание. Снять. Для истории. Спасибо. У меня знакомый игумен. И он, конечно, раз он монах, он все время проповедует о том, что хорошо, когда монашество примут. Библия нам не говорит о монашестве ни одного слова. Но о том, что лучше одному. Это для Бога. Это, конечно, лучше. Замужья заботится, как угодить мужу. А я добавлю, никогда ты ему не угодишь. Женатый заботится, как угодить жене. В скобках ставь. И никогда ты ей не угодишь. А не женатый, незамужний заботится, как угодить Богу. И он говорит у нас все время о монашестве. И вот недавно я подбил итог. Молодых там много. Город Москва. Пятнадцать незамужних девушек. Они приблизились там. Кто к монастырю, кто куда. Другие так остались. А когда они замуж не выходят. Дальше двадцать пять, тридцать. Это у Крылова написано. Дальше она начинает метаться за любого инвалида, куда угодно она. За нерусского и русского. Поэтому он говорит, вижу, у нее нормальная обстановка. Нормальная, когда это добровольно. Для Бога. Ты каждый год будешь радоваться, а мне уже тридцать. Дальше огонь прогорает. Я удержусь. Я одна для Бога. У кого ребятишки, поводиться с больным. На похороны. Ну то есть у тебя поприще громаднейшее. Вот этому надо научить. А выйдешь и не выйдешь замуж, это на втором месте, не на первом. Женишься, не женишься. Вот здесь вот главное это. Не так, чтобы когда пришло время, уже, ну видишь, что красота, гаснет силу, уходит. Теперь куда попало, голову суют. Ну это беда просто уже. Это надо было бы во время выдать. Не крутился бы, не вертелся. Ребятишек полногоренько ребят. Все на лавочках сидят. Кашу с масочкой едят. Вот меня об этом спрашивают. Мусульманки, говорю, самарянки. Я в ней столько нахожу хорошего. Она чем-то напоминает людей, которые до конца все не познали. Но душа прям пламенеет, трепещет. И она пойдет благовествовать по всему миру. Вот о Марии и Магдалине много говорят, а о самарянке мало. Она ей ничем не вступает. Она такая же была. Притом она самарянка. Это образец для язычников очень характерный. Посмотрите и поисследуйте. Просто потому, что в Евангелии написано. И она... Вот Господь говорит, поднимите глаза ваши. Обычно как говорят? Ну, что подниму глаза, что я увижу. А вы увидите жатву. Жатва поспела. Вы говорите, 4 месяца. А я говорю, уже поспела. Он видит корабли, которые с пшеницей плывут к нему. Ян Златоуз говорит. Самаряне, которые идут. Обычно так. И сеющий, поливающий. Ничто. Все Бог возвращающий. Эту празу многократно мы повторяем. А здесь говорит. И сеющий, жнущий получает награду. Вот как раз в этом месте и говорится. Сеющий, не опускай руки. Ты посеял, а никто не обратился. Награда твоя велика. Перед Богом. И тут написано. Получает награду. Он ей много откровений дал. Из этих речей у сектантов, у всех написано. Бог есть дух. Везде у них было. Везде. В каждом молитвенном доме. И это мы получили от Самарянки. А ее даже звать некоторые не знают как. Вот воображение. Что дает? Вот допустим сосед затопил баню. Я услышал дым. Я сразу выскочил. Не горит ли у меня что? Ну хорошо ли я сделал, что выскочил? Да ничего не горит. Ты там воображаешь. С другой стороны сосед затопил. И прям дымом задушил. А я опять вышел, на лестницу зашел. Кверху поднялся. Баня топится. А в другой раз он разжег прям рядом. Пришлось пожарку вызывать. Ну хорошо или не хорошо, что беспокоюсь так? Хорошо. Ну а когда в теле жар. У меня заболела одна сестра. И заболела болезнью. Ну. Я в интернет сунулся. Посмотрел. И она как будто бы инфекционным путем переносится. Там написано капельным, воздушным даже. Вот. И какие признаки? Я сразу проверил себя. Потому что с этой сестрой я не имел общения. Но она что-то приносила очень добродетельно. Ну я не понимаю. Я говорю, а вот это что она приносила, через это не может быть. И вдруг вижу у меня пятнышки на руке, вот здесь вот красные. А там написано, какие они, через сколько. Ну дождался своего духовника, Виктора Андреевича, врача. Посмотри на него. Убивай, кого называет, показывает. И я ему вчера показываю. Он говорит, да нет, это где-то хворост таскал. Я тогда только вспомнил. Я был в Потеряевке. Ну и поехал после службы в Барабаша. А в это время Алла вышла. И меня крикнуло. Ну мне только притормозить. Но я с годами-то не сообразуюсь. Я решил притормозить одновременно, повернуть. А руки в одной что-то держал. Одной рукой руль-то не удержишь. Руль-то подвернулся. И я как хлопнулся об землю. И по пыли пополз. Я весь в пыли, скрылся в пыли-то. Ай-яй-яй закричали. Но главное, я руку-то не сломал. И я как упал, это рукой-то я проборозил по этому. От батюшка там уголь насыпал, там не перегорелая там. И я все это себе снял. И посмотрел, я ногой-то пропахал. Вчера только вечером понял откуда. А Виктор Андреевич мгновенно посмотрел. Ну где-то еще-то сарапал. Все я сарапал. Никуда я не ходил, не сарапал. Кого не сарапал? Я сарапнулся об землю. Земной шар содрогнулся, наверное. Как ударился и ничего не сломал, ничего. Значит, воображение... Ну вот я зря беспокоился. Лучше не зря, чем заболеть и быть заразным. И не знать этого, не смотреть. Я к тому говорю, что для себя что-то отсюда, чтобы взяли. У нас там, где хранится мука и прочее, под стол просьбы ничего не ставьте. Я вытащил оттуда банки. Помогите их там все замотать, они там для книги. Под столом что стоит, это трамплин для мышей. Хотя у нас железная, она там поднимается как-то, опущенная. И проще, чтобы они не залезли. Оказалось, мышка залазила все-таки. Мы нашли следы ее. Ну, совсем немного. Ничего туда не тащите. Это, ну, не барахолка какая-то приходит. Но не нужно нам это. Совершенно не нужно. Тем более, бывают вещи поношенные. Ничего сюда не носить. А если хорошее, значит, найти сразу где-нибудь там отдать. Мне сказали, что мы должны высчитать, где мы будем. Когда мы будем в Италию, когда в Англию подъехать, когда в Финляндии. Ну, нельзя рассчитать. Во-первых, авария может быть какая-то. Может быть, ну, это сколько тысяч километров-то. Ну, никак. Каждый день спрашивают, ну, хоть примерно какие-то. Ну, Финляндия, я говорю, с 25 по 30. Почему? Потому что они должны платить предоплату. Мы приедем, а там, значит, мы где-то занесены. А остатки они тогда доплатят, когда мы сядем. А если нас не было, ну, как предоплата? Пропала и все. Видите, я попадаю в такие условия, где никогда не был. Такого не знаю, не знаю. Помолиться, чтобы как-то... Я бунтую. Прямо бунтую, чувствую за собой. Я говорю, да мы не нуждаемся в этой вашей гостинице. Да никто вас спрашивать не будет. Вы обязаны. Это правило. Я иногда выписываю правило мне. Какие люди-то добрые-то, русские. В одном месте Андрей в Англии, а здесь Валерий. И связываются со священниками там, вплоть до митрополита. Я не привык к этому. Вдруг гостиница. И что там буду делать в гостинице? Гостевать. Ну а как собака теперь куда? 12 часов собаки-то. Как? Надо все обдумать. Гостиница для собаки. Ну не знаю, как это. На этой неделе... Задайте вопрос. Поясняю. То есть молиться, чтобы я не забунтовал. Чтобы между нами был полное согласие, мир и любовь. Мы ехали, я за собой оставляю право, дороги где снижаю, за собой право. Я вперед пробегу, узнай, не топкали, чтобы нам не увязнуть, не застрять. Ну чтобы это как-то я сделал так, не принуждая шофера, а чтобы добровольно было. Потому что не дай бог застрять и не вылезти. Это амба. Нам нельзя так быть неосторожными. На этой неделе приходили электрики, я говорил, назначен на какое время. Все запломбировали. 110 киловатт, это уже как бы не наше считается. Так. Ничего там никогда не трогайте, руками не задевайте. Пломба сорвана, это значит неприятность. А они вон где живут на Красноармейске, я пешком туда ходил, к ним. Просто ничего не задевайте, не включайте ничего. Они опломбировали второй, который там был на трехфазных. Хотя трифазы там и нет. Каких-то людей к нам посылают по электричеству, но до того добрые люди. Прям такой разговор, это все дальше мое. Ну, Господь так делает. Так. Вот Андрей опять ушел. Кто с Андреем-то связан? Сергей, Сергей тоже нет. И Сергей ушел, его патронаж. Они же уехали, повезли. Он, оказывается, с подшипниками торгует. И он сказал, что у подшипники... Николай, созвонись с ним, пожалуйста. И сколько каких подшипников? Он сказал, даст. Привезет он сам. Ну, накалю. А да, да. Привезет. Че там? Привезет он сам. Привезет. Надо, чтобы в запасе было. Где-то. Вот как будто основной я все вам выложил. Сейчас будете выходить с Михаилом. Там себе возьмите. Батюшка уехал в поездки. Не знаем, как будет. Сейчас интересно в интернете исследования идут. Америка официально заявила. Официально. Из-за Украины третью мировую войну начинать не будем. То есть они как будто бы за пультом управления решают, когда начинать войну мировую. Мировую, в пожаре которой минимум 2,5 миллиарда сгорит. И они так рассуждают легко. Значит, вы все время, живя мирно, просите Бога. Украина перекинется к нам. Это все об этом пророчат. Чтобы Бог умудрил. Правителей надо не ругать, а молиться. Как о патриархате. А из патриархии у него по внешне-церковным отношениям Алфеев, митрополит, Иларион. Очень активный такой. Он полетел на Украину. Там какого-то Ирине отпразднуют, там 75 лет ему. Его там заблокировали. Говорит, вот такое, как тюремное. И он в этом сидел один. А там будто бы украинские попы там что-то показывали. И он посидел-посидел, сколько там часов. И развернули, оглобли и назад. Митрополита без всякого груза одного помолиться и не пустили. Видите, как Бог делает. Нам путь-то указал. А митрополит, и все, молись. Бог покажет путь, где мы виноваты. Я во всем этом, что происходит в мире, должен найти свое место. Как я виноват? Мои предки, мои родители. Вот они бандеровцы такие. Ругать проще всего. А кто устроил этот геноцид? Кто отобрал землю? Я недавно один фильм смотрел. Его уже убивают. Он там, где бандеровцы. И он говорит, я ненавижу вас, староста. А он убивает. Ненавижу. У меня было поле. У меня все росло. Сейчас один бурьян растет. Вы изверги. Вы погубили жизнь нашу. Ну, расстреливают дождь. Расстреливают там насилы. Мы виноваты. Но я не виноват перед ними. Потому что мы были с добром. Но надо это помнить. И их не судить. А молиться научиться и плакать. Господи, как тебе угодно устроить эту жизнь. Чтобы люди познали тебя. Вот вы знаете, я неоднократно упоминаю Квачков, полковник Владимир Васильевич. И второй Хабаров Леонид. Они готовили якобы мятеж в России, свергнуть Путина и прочее. Ну, это по печати. Их обоих судили. Одному дали 12 лет, другому 4. Это полковники оба. Это герои войны и прочее. Я ничего не опровергаю. Только говорю, надо молиться о них, чтобы их там, в этих трудных обстоятельствах Бог обратил. Они страдают-то не за Христа. Но они оба хорошие люди. Они старались для людей сделать лучше. Надо научиться вот это сострадание в самих себе вызвать потом в детях. А этому уже 60 с лишним лет. Явно 14 лет накрутили. Это ему смертный приговор. Квачкову-то. Но ему-то есть о чем задуматься. Военные, значит, на его руках не могло, чтобы не было крови никогда. И тот, и другой. Они увешаны орденами, воевали, там убивали. Вот оно все и приходит где-то. Взявший меч от меча погибнет. У меня сообщение. В Германии моя племянница, тоже Надежда Лапкина, родился ребенок. Мы приедем там, может, на Кристина. Вот так. Ну, у меня все. Вопросы какие? В этой неделе у нас была довольно-таки интересная. Сами ездили, груз отправили. Встречи такие были. Открылся путь, маршрут высветился внезапно. Еще одну дешевую. Да вот сегодня опять, уже который раз, сегодня опять утром понадобился бинт. Ну, так случилось, у сестры там палец. Вот. И опять аптечку не можем найти. У нас была ответственная Любовь Николаевна. Я уже несколько раз спрашивала, говорю, куда вы кому-то перепоручили, куда-то положили. Где крестик? Я ищу крестик. Обычно бывает крестик на коробочке. Ничего такого нету. Так, Виктор Андреевич, как это дело сделать? Ну, собираюсь, у нас врачей хватает. Профессионал. Любовь Николаевна. Любовь Николаевна, подключись к этому делу. Распроси, что нужно сделать? Виктор Андреевич проверил аптечку, у нас все наполнили, для дороги у нас все. Хотя мы ни разу не пользуемся ей. У нас все благополучно. У меня в детской крестик, чтобы всем было... Причем в детской, в детской туда нельзя заходить. Здесь где-то должна быть аптечка. И доступна для всем, чтобы издалека видно было ее. Чтобы каждый знал, где она есть. Потому что сегодня так, а завтра по-другому. У кого-то может серьезная быть травма. А вот мы побежали, вот какие мы христиане. У нас не получается никак. Так, мы на крышу нашего здесь очень много занесли стекловаты, которые Надежда Васильевна начала носить, а потом мы. Постарайтесь ближе к осени с ребятами мобилизовать, ее разложить. Ну, она там в тюках. И чтобы плотно закрыть потолок. Это теплоизоляция. Как-то надо сделать. Электрично туда кабель какой-то протяните. Подумайте. Мы натащили туда много. Это вот все можем место, наверное, заложить. Лежала на улице. Тут пришел Сережа, Володя был. И мы втроем все подняли туда. Она легкая такая. Я спрошу. Вы Отче наш сегодня читали? Я не слышал. Да. Читали. И везде вы говорили? Ибо Твоей царство и силы и слава. Всегда говорили? Я просто эти слова говорила на тихо. А вы знаете, послушайте внимательно. Вот часто читают Отче наш. И дома даже. Избавь нас от лукавого точка. То есть вся эта молитва просьбы. Это на первой ступени молитва. Вторая молитва. Это словословие мгновенно переходит через ступень. Ибо Твое есть царство, сила и слава. Нету ни благодарения, ничего. Это третья высочайшая ангельская ступень. И как это можно было выбросить-то? Мне вот спрашивают священники, пруда епископа. А кто вам это открыл? Да тут же все открытым текстом. И все время дома учатся. И в молитвословии. Доходят до этого везде. И дальше конец. А как? Батюшки приватизировали себе слово. Священник может говорить. А он приватизирует эти слова и добавляет туда. Добавляет, Бог говорит, лжец ты. Не добавляет, чтобы он не оказался лжецом. Ибо Твое есть царство и сила. Он отца и сына святого духа. Это Арик перепугал. 2000 лет не опомнится. Игорь Тихонович, я должен привести извинения свои. Потому что сестры, это говорит о том, что не все спят на молитве, но слушают, о чем речь идет, что читается. Вот сестра заметила, что один или два раза я пропустил. Почему пропустил? Причина какая? Никакая. Вот тут не хватило. Прошу прощения. А второй-то рядом-то стоит. Почему он тебя не отдернул? Он не рядом, он стоял с глухонемыми. Ни одного брата не было? Не было. Ибо Твое есть царство и сила, и слава. И вот мы едем по благословению. Того спрашивают, а кто вас благословил? Спрашивают в Англии везде. Я тогда показываю митрополита Виталия Грамма. То есть здесь отсюда поедем, батюшка попросил заехать в Киевтихию воск отвезти. У нас ни один епископ благословлял, и священники. Ну ничего, мы не для себя из Франции, говорят. Это просто люди православные такие. Ну Бог благословил, что тебе еще надо-то? Я у тебя ничего не прошу. Я принос тебе великие дары. А вот батюшка благословил, ходи батюшка благословил, ничего за этим нету. А все нормально тогда. Особенно, которые в церковь не ходят и не знают, а прикрыли с батюшкой. Вы будьте не такими. Очень хорошо об этом сказал Феофан Затворник. Если священник говорит, я благословляю, а Бог говорит, я не благословляю, то что утверждено будет на небесах? Во свете Библии смотрите. И там ищите. И благословение священника должно быть только соответственно тому, что в Библии написано. А все остальное от Анафимы будет. Если он или ангелы не то будут говорить. Просто. Я с вами говорю, как с самим собою. Потому что еще воскресенье, и мы уезжаем, и один Бог знает, что будет. Нам нужна будет постоянная помощь. Днем и ночью. Вы распределите, как Псалтырь считает. Чтобы помнили, вы находитесь с нами, мы едем с величайшей миссией. Вот когда открыли через Турцию, а я сейчас узнаю, а можно не заехать их в столицу Анкару попутно. У нас время есть еще. То есть вполне может быть. Ответа пока нет, но Азербайджан открыл дверь, Чечня открыла. Почему нет? Тем более за Турцией числится столько, которые там православные были, там соборы. Перечисляют где вообще это. Если бы там крепко работали православные, там вся бы Турция была православная. Вопросы ко мне. Ангела Беяши. Ничего помню, то я сказал. Игнат Тихонович, по паспортам вопрос. Да. Вы в Новосибирске сдали и при вас отправили? Ну как при нас? Она при нас заложила в коробке, большая коробка вот такая, и там подряд кто обращался. И все это отправляют в Москву. Но дальше я ничего не сбил. Дальше мы стали, выше наше время кончилось. Нас просят, там часовой. Игнат Тихонович, вот такие важные документы отправляют заказным. Нет, это нет, это визовый центр. Никто не отправляет заказным. Не отправляем. Никогда, ни здесь, ни где. Я и отдал. Все. Мы нам дали бумагу, что они приняли паспорт. Бумага, с подписью. Расписка у вас. Расписка. Может наручный везти, только расписку привезти. Так, я хотел бы еще спросить. В прошлый раз я показал бумагу, шофер поехал, ему нужна бумага, что такому-то, такому-то, Селиванову, Алексею Ивановичу, я машина номер такой-то, вольво там, прицеп такой-то, номер такой-то. Я доверяю везти книги с Барнаула и на бланке нашем, и печать поставил зарегистрированную. И кто-то сказал, да это все пильки на грамоту, это вроде какая бумага. Кто сказал это? Это не пильки на грамоту. Мы поехали, и нам здесь сделали такой же, на таможнях, везде, где мы были, везде только посмотрели, а другой разговор, так, открывайтесь. Все. Это документ. Вверху написано, мы зарегистрировали в отделе юстиции, мы имеем юридическое право ставить печати. Поэтому я давал такие сопроводительные бумаги, у меня уезжали, а потом приезжали тоже, Алексей Сисков, там столько благодарности, меня, говорит, остановили, да там печать рассматривают, а быть там потеряю, кто случайно не знает. Так я оттуда и еду, он скорченный. У, что вы, мы знаем, и прочее. В школу, когда я давал характеристики детям, так они извертят, говорит, со всех сторон печать осматривают. Детям надо работать в школе, а у нас если работает, я даю справку, что они работали в лагере. Чем занимались, носили воду, в огороде поливали, прочее. И в школах им не надо отрабатывать. Это юридическую силу имеет наш документ. Аллилуйя. Слава Богу. А то я слышал, кто-то сказал, может я не расслышал. Я высказывал предположение, что силу не такую имеет, как нотариально. Нотариально здесь никакой не нужно. Справка с печатью. И при том, у меня одна помогала, ее выдвигают на какое-то соискание премии. А я в это время залез в баню трубу чистить. И вдруг звонок, и мне говорят, секретарь той организации, и говорят, а вы не могли бы написать благодарность, что вам каждый год помогают. Я говорю, ну я что там сажен, слез, сейчас. Я тут дал сигнал, написали, и все отнесли. И благодарность уже им не было. Это меценатия столетия, которые нам помогали. Это такое звание, дают там, выдают диплом. Я пришел, там документы уже висит. Так что мы должны быть очень благодарны. Мне вот помогли, привезли. А я на следующий день пешком пошел туда, написал благодарность подробно. Как мы о вас молимся, какой у нас лозунг в лагере. И все это пошел, отдал, ну и книгу подарил. И прочее. Пешком пошел сам, только для благодарности. Потому что это очень важно. Не потому что я еще приду на следующий год. Но это требует справедливости. Незнакомому человеку, а сегодня я даю там и гречка, и растительное масло привезли, и рожки. Кому нужен даже этот вермишель могу дать. Муки пополам там мешок могу еще разрезать. Насчет гречки проще всего захватить их. Добунова, кто письмо отдаст? Кто-нибудь может? Никому? Рядом никого нет? Поставить здесь, когда-то будут. Ну, Игорь, это нету. Так, вот здесь вот лежат эти наши визитки. Не визитки, ну да, про это. Берите, пожалуйста. Вот они лежат. И где-то давайте у вас будет работа. Вот она лежит. Поблагодарим Бога. Ангелы, яши, благодать нечистая неба, радуйся, и пахи реку радуйся. Песня. 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 жизнь вечную. Хвала Тебя, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Во славу Божию.